Мы с вами немножечко поговорили о том, как устроены скелеты. В прошлый раз мы немножечко, совсем чуть-чуть, поговорили о том, где, какие мышцы. Во всяком случае, несколько это назвали. И вот теперь задачка будет вот такая. В прошлый раз, когда вы рисовали человека, большинство из вас пошли по очень хитрому пути. Вы нарисовали фигуру в широких штанах, в каком-нибудь там, в сердаке, или в юбке от самых ушей до самого пола. Классная была. В этом случае вы нарисовали человека или некоторую одежду, висящую на вешенке. На вешенке под названием «человек». Так вот, нарисовать потом одежду занятие не супер. Но если вы хотите грамотно и интересно изобразить человека, вам надо хорошо понимать, какое же положение его тело с этим занимает. Потом, пожалуйста, ради Бога, одевайте его во все-все, кто угодно. Так что, внимание, я сейчас буду задать и следующее. Нарисовать человека, при этом, который не стоит, постойте, смирно, и смотрит на вас вот так вот, глубоко, да, а допустим, сбоку, вид сбоку, человек, который идет. Это ясно? А, например, разу, который отперед, отверстие, отступает. Нет, вот давайте первоначально у всех одинаковое задать. Идущий человек, вид сбоку. А человек рисовать просит? Еще раз, вид сбоку, это какой вид? Вот просит. Когда говорят про обнаженную натуру, имеется в виду прорисовка всех деталей строения человеческого тела. Сейчас я этого от вас совершенно не требуя, не ожидаю. Одна из самых сложных задач – это прорисовка кистей рук и стоп-ног. Потому что на самом деле изобразить грамотно и верно кисти и стопа исключительно сложно. Можете, конечно, делать не подробное изображение всего человека, а обобщенное, несколько обобщенное. Пальчики не прорисовывать. Ну там, уши, глаза, нос, прическу только наметить можно. Очень необязательно во всех деталях прорисовывать. И так далее. Идея песна? Да. Работаем. Работаем, а потом разбираемся с результатами. А вот линейку уберите сразу. Если вы хотите научиться рисовать, надо привыкать это делать без костылей. Человек на костылях никогда не научится толком ходить. Вы должны это верить в своей руке. Я же сначала не все будет получаться. Это нормально. Вас совершенно автоматически тянет на изображение блюда. На изображение штанина. Еще раз я говорю, одежды не надо. Не рисуйте мне бродячих вешеных. Не нужно. Человеческое тело. Уже готов, да? Да нет, это тело, которое я делал на первом году. Ну, славно, славно. Ну, а зачем вы здесь? Мне не нужна разреза человека. Мне не нужна бродячая вешенка. Слово «обнаженную» у вас вызывает по-детски острую ассоциацию, да? Поэтому представьте себе, что вы рисуете человека в плавках. В плавках? Да, человек в плавках идет мимо вас. Вы рисуете против. Ну, а в плавках на вас. Значит, вы учитесь модельера моды, которая будет затем плавкой шить? Или у вас какие-то другие одежда и задачи? Плавки нас не очень интересуют. Угу. Ну, по-моему, что решили. Хотя его можно уже дальше идти. Ну, опять же, совершенно автоматически у вас вышли трусы. Если уж человек, то обязательно что-нибудь на него одеть, иначе неприлично. Ребята, тело не может быть неприличным. Неприличными могут быть люди, которые думают о нем неприлично. А тело может быть только красиво, совершенно чудесно и так далее. И вот и активы. Спасибо. Ага, очень важными вещами сейчас вы очень правильно занимаетесь. Действительно. Спасибо. 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 В любом случае не может быть длина полза в два раза больше, чем длина полза. Такого у людей просто не бывает. И только у куклы Барды бывает, чтобы длина бедра была полтора раза длиннее толще. Так у живых людей так не бывает. Хорошо. Теперь соотношение длины колени и длины бедра. Представьте себе, что вы взяли ногу и вот так полностью согнули в колени. Ваша пятка где окажется? У ягодица. Да, правильно. На физкультуре никогда не бегали, хлопая пятками, себе по кукле. Есть такое упражнение. То есть, на самом деле, если человек полностью совершит вот это движение, то пятка должна оказаться вот здесь. То есть длина вот этого отрезка примерно такая же, как длина вот этого. Хорошо. Разбираемся с соотношением вины рук. Да, всем понятно, что у этого человека, который я нарисовал на доске, ноги разные. Какая нога более-менее пропорциональна, а какую ноги нет? Сзади она надо менять. Так, задняя для кого? Для кого? Справа. Подойдите к доске, поправьте, как считаете нужно? Можно сравнить вот эту ногу и вот эту. Так. Вот эта, примерно полтора раза больше, чем вот эта. Ага. Поменяйте, как Вы считаете нужно. Колено здесь. Колено здесь. Да. Соответственно, пятка на этой ноге где должна оказаться сразу? Вот здесь. Что? Да. Человек должен идти. Да. Чтобы он ушел, эта нога в колено должна быть сужена? Нет. Нет? А, да. Вы входите на прямых ногах, только на подругах? Да, на подругах. Ага. Понятно, что если у Вас колено здесь, то пятка уедет вот сюда. Да. Вот она. Вот мы теперь привели пропорцию более-менее к норме. Ну, там дальше пропорция. Понятно? Отлично. Вот некоторые специально допущенные ошибки, начинайте видеть. Это очень хорошо. Голова. Подождите. С головой отдельная история. Руки. Руки. А, вот теперь давайте. Руки по руки, как Вы говорите. Хорошо. Руку согнули в локте. Где оказывается локоть? А, подбородки. Ну, локоть и подбородки. А, локоть. Значит, кулак у Вас на уровне подбородка, а локоть. А посмотрите, что у Вас здесь в теле? Ребра. Да. На уровне самых нижних ребер. Это понятно? То есть, на самом деле, на уровне согнутого локтя у Вас здесь кончается последняя рука. Понимаете? Теперь, Вы опустили руку вдоль тела полностью. Понимаете, где у Вас стиль? Позабедренный состав. Позабедренный состав. Принемочек не бывает. Ага. Встаньте. Встаньте. А теперь, вот так вот, немножко покачайте вперед-назад. Вы почувствуете ладошкой, как у Вас под ладонью. Прижмите руку к бедру. Вы почувствуете, как у Вас под ладонью складывается и раскладывается мускулатура. Вот здесь. Это работает Ваш тазобедренный состав. Значит, реально, полностью вытянутая рука, основание ладони, находится немножко ниже дазобедренного состава. А вся ладонь? А вся ладонь? А вся ладонь в бедре. Первый день беда. Значит, полностью вытянутая рука должна проходить вот так, и вот где-то здесь кончается. Здесь начинается кисть. Ну, на самом деле, длина рук у этого человека соответствует общим пропорциям. Именно такой длины руки должны быть. Так. Хорошо. Теперь. А вот с головой фокусы. Фокусы-фокусы, которые имеют прямое отношение вот к тем мультяшным персонажам, которые добрые и злые. Если голова большая, то они не удержатся на позвонке. Если голова большая, то добрые. А почему? Ну, не знаю. А давайте вспоминайте одну вещь, о которой вообще-то была речь на прошлом занятии. Значит, если мы сравним пропорции взрослого человека, пропорции новорожденного человечка и пропорции ребенка. Сравнивать мы будем вот таким показателем. померяем у того и у другого густоту головы. Вот так. И сравним с длинной в туловище. Как по-вашему, у кого голова по отношению к туловище самая большая, у новорожденного ребенка или у взрослого. У новорожденного. У новорожденного. У ребенка. У среднего. У среднего. У взрослого. У взрослого. Мы много знаем. Голова существенно меньший процент от туловища снимает, чем у ребенка. Так что, на самом деле, чем крупнее голова по отношению к туловище, тем все равно надо изобразить ребенка. На одном рисунке вы собираетесь изображать ребенка, на другом взрослого. Уже на этапе наброска. Как их и кричить друг от друга? Крупная голова. Крупная голова. Это кто будет? Это ребенок. Небольшая голова. Взрослая. Взрослая. Это будет фигура взрослого. Плюс к этому. Будут меняться и проходцы конечности. Так? Как по-вашему, длина руки по отношению к длине туловища. У кого больше? У взрослого или у подростка? У взрослого. У взрослого руки и ноги короче, чем, соответственно, туловище по отношению к подросткам. Так что, пользуясь просто пропорциями тела, можно показывать и возраст, и пол у человека. Вы еще никаких деталей лица, деталей одежды, деталей фигуры не изобразили. А уже просто исходя из пропорции становится понятнее. А теперь по поводу добрых и злых. Вообще-то, скелет головы состоит у всех позвоночных из черепа и нижней челюсти. Берем череп. Допустим, сок. Раним камина. Череп собрать. Устроен он будет примерно в волчий череп, устроен он будет примерно в волчий череп. А, через выпечу на то зло. Если не паника, то удобно. Ну, примерно так, что устроен волчий череп, только он более массивный, и при такой длине он намного лучше. Это скорее череп какой-то борзоподобный в собаке. Это череп, и у всех позвоночных выделяют два отдела. Один будет называться мозговая космос, вот он, здесь находится головной мозг, а вот этот череп как будет называться? Чудесной отдел череп, или лицевой. Но лицевую мы называем только для человека, а у всех остальных животных вот это сильно выступающее перед лицом. Как называется? Морда. Морда. Именно это и морда. Значит, морда – это никакое не ругайство, морда – это просто обозначение одного же участка головы. Так? Значит, в случае удлиненных челюстей мы такое дело и получим. Вот так вот выглядит череп любого нормального четвероного зверя. Детали могут отличаться очень сильно, в частности, вот здесь могут отличаться странили сочной области, форма зубов может отличаться очень здорово. Но во всех случаях такое дело больше. Чудесной мы называем. Чудесной. Всегда чудесной больше. А у человека? А у человека. А у человека горе произошло. Горе большее. Так? Значит, дело в том, что наши предки встали на две ноги и пошли по пути развития мышления, речи, орудийной деятельности, социальных структур. Для всего для этого нужен сложный организованный главной мозг. Могли сказать все больше, 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 но то, что мозговой отдел у наших предков увеличился – это понятно. Непонятно другое. А челюстной к чему? Чем мешает большую челюсть? Потому что… Говори. Отлично говори. Очень хорошо. Челюсть отвисает. Потому что он пищу сал другую есть. Он понимал, что будет удобнее есть. Ага. Понимал, что будет удобнее есть. Мы сразу собрём обдуманность для того, чтобы наконец есть человеческую пищу. Ребята, вас угманули. Да. Может быть, для того, чтобы нам пришлось съевать пищу? Ребята, девочки, просто… Голова была бы очень большая. Скажите, пожалуйста, в какой точке черепа у нормального четвероногого зверя череп крепится к позвоночнику? Около мозга. Около мозга. Вот здесь. Вот здесь. Ребята, у всех одна одна точка. Крайняя, задняя, нижняя точка. Вот здесь. Вот здесь перед царком. Вот отсюда пошёл позвоночник. А теперь пробуем такого зверя поставить артикально. Понятно, что вам приходится сделать? Скажите, пожалуйста, можно ли позвоночник изогнуть вот такой крутой губой? Выйдет в него, ничего не выйдет. Просто не выйдет. Позвонки не обладают способностью вот настолько сильно смещаться относительно друг друга. Плюс какая отманка. Возникает сразу большая неприятность. В этом месте сустав. Вот здесь сустав. Вот здесь подвижно. А где центр тяжести вот такого человека? А центр тяжести у него вот здесь. В какое положение совершенно автоматически займёт плава? Носом. Носом вниз. Кстати, если вы обратите внимание, корову, лошадь, дрыгнуть или завернуть, если его никто не тревожит и никто не привлекает его внимание, как держит голову? Вниз. Вниз, конечно. Носом вниз. Это равновесное положение тела черепа. Но у нас-то почему так невозможно? А у нас это к кривому шейку ведёт. Потому что тело ведёт не горизонтально, а вертикально. Если голова попробует встать вертикально, то здесь у нас всё лопнет. Так? Поэтому выход. Выход неприятный. На черепе надо отращивать вот такие здоровые гребни, которые будут называться поперечной затылочной гребень, и сажать в могучую шейную сквозку. Так? Зачем? А это то, чтобы всё время держать череп под ним, так, чтобы нос вниз не кировал. Славно. То есть мы получаем вот такую голову с вот такими мозгами. А нам, вроде как, мозги нам большие. Вот один единственный. В наших гребхах начинается вот такая история. Прежде всего, уезжает точка крепления черепа. Оно уезжает волк сюда. Волк в серединку мозговой капсулы. За счёт чего резко увеличивается, многократно увеличивается размер затылочной кости. Вот эта кость небольшая у нас занимает очень большую поверхность, а именно вне отверстия. Было отверстие здесь, кость растёт, а отверстия приехало отсюда. Это первое. То есть теперь наша точка крепления ушла получая. Вот так. А что приходится сделать с челюстями? С челюстями. Да. И у наших предков последние три миллиона лет происходит постоянное сокращение длинных челюстей. Вот соотношение у астрологов. У наших древнейших предков. Вот соотношение у эрактуса. Всё равно сильное уступающее челюсти. Вот соотношение у неандерталенсиса. У неандерталенсиса. Ещё короче. И у сапиум сапиумса совсем короткое челюсти. Череп равновесили аккуратно. Но при этом возникает большая неприятность, которую вам всем предстоит пережить. На верхнем челюсти зубы должны стоять? Да. Ага. Количество зубов не имеет права измениться. Как было 32, так и должно остаться 32. А что с длинной зубного ряда? Вообще-то у предков был вот такой. А теперь каким стал? Малым. А теперь он стал коротким. Ну, природа здесь, конечно, исхитрялась как могла. Если вы были когда-нибудь у дантиста, ну, допустим, братьевцы собираются ставить ещё что-нибудь, для того, чтобы определить ваш прикус. Что делают? Дают пластинку мягкого пластика, и вы её сжимаете между зубами. Когда вы его снимаете, остается отпечаток зубов на костике. Да. Вот эта линия будет называться зубной ряд. Так вот, у любого нормального зверя зубной ряд имеет вот такую форму. В-образную. Вот здесь тресцы, вот здесь клыки, а здесь животные. А теперь у наших предков челюсть стал сокращаться, сокращаться. Что с формой зубного ряда? А он разъехался в сторону. Он стал V-образным. Вот таким. Почему? Сжали очень сильно. Но даже за счёт того, что изменилось в форме зубного ряда, зубам всё равно не хватает масла. Поэтому последняя пара зубов прорезаются не вместе со всеми, а когда? Позже. Не просто позже, а намного позже. Ну, дать в шесть. Ага. В двадцать пять не хотите? Позже. Именно так. Для последних зубов, которые вот в этих точках должны прорезаться, места в зубном ряду не хватает. Настолько сократилась длина челюсти, что ставить их не было. Они всё равно растут. Вообще опусти руку, потом задержи. Так? В результате, реализация они начинают только после того, как полностью остановлен рост человека. и вот всё, вырос. Так же расти всё равно не будет. Вот тогда врубается программа росту зубов мукости. И эти бедняги как вынуждены лезть. Так? Неста до них нет. Зажало всё. Они проталкиваются, расписывая предпоследние зубы. Так? И основания верхней челюстной кости. Так? Что чувствует при этом сам человек, когда у него зуб пытается протолкнуться между костяными образованиями наружу? Больно. Вот когда будут у вас резаться зубы мудрости, вот тогда вспомните всё, что я вам сейчас говорю. Это наша плата за то, что бредки. Одна из, кстати, очень маленьких и мирных. Все остальные платы значительно более неприятны. Так? Значит, одна из расплав за наше двуногое положение и за двуногую балансировку черепа на шее. Удобнее? Удобнее что? Удобнее что? Удобнее что? Удобнее для чего? Удобнее для чего? Для обзоров. Для обзоров. Меньше места надо. Слушай, а давай мне тебе одну ногу открыть? Удобнее. Ведь тогда ещё меньше места надо будет. Может быть, на одной ещё удобнее? Нет. А может? Угу. Значит, каждый из нас совершенно по инерции считает, что то, что для него привычно, то и есть самое лучшее. А всё, что непривычно, вот это всё какое-то странное и, скорее всего, неправильное. Если уж вы говорите слова «удобно» и «неудобно», вы всегда стараетесь для себя понять, для чего удобно, а для чего неудобно. Для чего хорошо, а для чего плохо. Для человека? Отлично. Для человека? Нет. Нет. А что же вы говорите? Для человека удобнее на двух ногах. Вообще-то есть случай. Вообще. То есть всё? Да, хорошо. А почему природа исхитрённость считает у человека 32 зуба, вместо того, чтобы просто сделать на два зуба меньше? Хорошая вещь. Скажите, пожалуйста, а вы очень хотели, чтобы у вас неожиданно поменялось некоторое количество других окон в теле? Нет. Неудобно. Наш тело построено за строго определенному плану. Ну и скажите, пожалуйста, может ли без самых веских на то причин этот план менялся? Нет. Нет. Крайне плохо. Когда он начинает меняться, просто так. Да? Значит. Вот пока нет повышенной смертности детей из-за 32 зубов. Пока носители 32 зубов, да, не начинают умирать чаще, чем все остальные, ровно до тех пор программа на 32 зуба осталась. Природа очень мало похожа на общечеловеческие ценности, так, или на ваше представление о том, кто такой хорошо, кто такой плохо. Какие признаки исчезают в ходе эволюции? Те, которые неудобны. Те признаки, носители которых умирали или не размножаются. Вот слово неудобно, знаете, камушек в кроссовке тоже неудобно. Так, возле признаки такого степени неудобства, как-то контролироваться одни шинги. Не мешают разумоваться и доскользить, значит, остаемся. И исчезают какие признаки? Те признаки, которые не дают оставить детей. Точка. Наши шинги, а у нас не в шесть, а какие-то зубы прорезаются сзади? В последний момент. Не в шесть. Ни в шесть. Давайте раз уж вот, хотя мы слишком далеко уходим от проблемы рисования, давайте с зубами все-таки разберемся. Скажите, пожалуйста, а человечки детеныши рождаются уже зубами? Нет, так же как все детеныши млекопитающие, а почему? Ну что, как бы детеныши, чтобы маму не изуродовать, это понятно? Ведь первым молоком любого детеныша млекопитающегося будет материнское молоко. Так что сначала челюсти без зуба, затем прорезается первое поколение зубов. Вопрос. Сколько у человека, сколько раз проходит смена зубов? Один раз. Второй раз на протезе, понял? Значит, у человека два поколения зубов и проходит одно, одна смена поколения. Понятно? Первое поколение зубов, как называется? Молочные зубы. Молочные зубы, совершенно верно. Вот они-то как раз и прорезаются. В возрасте, где-то примерно, ну если это нормальное развитие, месяца от 8-9, так, еще раз говорю, если это нормальное развитие. Сейчас у почти полутора процента городской популяции рождаются дети с уже прорезанным первым зубом. То есть, вот он тот, что родился, у него уже первый зуб прорезанным. Так что могут раньше, могут позже. А в среднем, так, порядка 8 месяцев. Хорошо. Прорезание прошло, но это первые зубы. Когда набирается полный набор молочных зубов в арху. 12-11 лет. Ну, вот так вот. 12-11 у вас же молочных не должно остаться. Нет, а у меня есть. Ага. У меня есть 4-4. Дефекты городской популяции. Вот сейчас действительно проблемы с зубами, так как и масса других проблем с регуляцией периода жизни поехала в чертую манеру. Связано это с слишком хорошим, то есть не слишком хорошим, а принципом с развитием медицины. До развития медицины классия генетических программ просто устранялась, их носители нервы на рамках. То есть как только возникла толковая медицина, толковая социальная инфраструктура, вызывая большинство детей вне зависимости от генетических программ, почти вне зависимости. Но в результате передают свои признаки в следующее поколение, а те в следующем. В результате каждое следующее поколение как им рождаются? Все более больны. Дорожка совершенно неостановима, здесь ничего сделать нельзя. Можно попасть под машину. Вы имеете в виду лично вам сделать, а я говорю в качестве пути развития своих. Всех засунуть под машину, а дать не нужно. Познаете. Ученые лица. Как называется второе поколение зубов, на которое происходит зубы? Чего ты злая, ребята? Ну нельзя так. Нельзя так. Вот это такое дело. Единственный правильный ответ нашли. Давайте разбираться. Итак, вот он, ваш зубной. Кроме всего прочего, это нужно для того, чтобы рисовать человека, который демонстрирует такой американский смайл. Значит, на все 48 зубов. Это надо понимать, какие у него зубы, где и как их имеет смысл изображать. Итак, вот он зубной ряд. Отпечаток ваших зубов, вы вот зажали между зубами мягкую пластиковую хвостинку. Ваши зубы легли вот по этой траектории. Смотрим. Левая и правая половины симметричны, совершенно друг к другу. Так что достаточно описывать зубы одной половинке другая. Итак, первые два крупные зуба, имеющие плоскую режущую грань. Как называется? Резцы. Резцы. Вторая пара, такие же зубы, у них просто размер поменьше. Резцы? Нет, ни в коем случае. Вот это две пары резцов. Резцы обозначаются по латыни буквой И большое. То, что сейчас я буду здесь, в турецком писать, называется зубная формула. Когда вы приходите к зубному врачу, он всегда будет выписывать свое заключение по зубной формуле. Итак, для одной стороны челюсти и два. У вас два резца. С одной стороны и два резца на другой. Дальше за резцами стоят некрупные зубы, коническая форма, с одной острой вершинкой. Клыки. Клык по латыни камерс, собачий зуб, так что его обозначение на формуле С. С одной стороны челюсти один зуб. Следующая зуба. А следующая зуба камер зуба будет иметь уже две вершинки. Если посмотреть сбоку, вот не сверх, как это дело, а сбоку, вот этот зуб нижней челюсти, а вот такой зуб верхней челюсти. Обратите внимание, если пища попала вот сюда, переживать ее, растереть можно? Можно. Вот это начало уже жующее зубов. Клыки и мишцы не для разжелывания, а для отрезания порции пищи. Вот эти дву вершинные зубы будут называться малые коренные или премоляры. Малые коренные, премоляры. С каждой стороны две штуки. Два. Ну и наконец, совсем в глубине рта находятся самые крупные наши зубы, у которых три или четыре вершина. Большие коренные зубы, маляры. Обратите внимание, я пока рисую с каждой стороны только два маляра. Хотя на самом деле должно стоять три. В чем дело? Вот этот последний, третий, прорежется только после полной остановки вашего росту. Вот он. А у некоторых людей при всем желании он даже не сможет вырваться на поверхность. Он так и останется под тесной. Так и останется непрорежущимся. Вот это зубы мудрости. Большие коренные зубы или маляры. Маляры с каждой стороны полторы. В результате на каждой стороне челюсти человека сколько зубов стоит по формуле? Считайте. Восемь. Восемь. На второй половинке еще восемь. И на другой челюсти еще столько же. Сколько всего зубов у взрослого человека во рту? Тридцать два. Тридцать два. Наш полный набор. А теперь внимание. Еще раз. Как называются эти зубы? Резцы. Вот этот зуб. Вот этот зуб. Малые. Малые коренные. Вот этот. Большие коренные. Большие коренные. Отлично. Теперь. Пошла смена молочных зубов. У человека выпал резец. У него что, на низкие резца будет вот такой зуб вырастить? Нет. Другой резец. Конечно, не коренной. Коренной. Слово коренной указывает на место зуба на вот этой линии. Слово коренной – это адрес зуба, где он стоит. А второе поколение зубов называется постоянные зубы, потому что они уже меняться не будут. А коренные зубы – это указание на положение челюсти. Продолжение следует. Продолжение следует...